Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения за Японию на уровне сложности божество. Сид Мэйр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм, карта Континенты и Острова. 20 соперников, вроде, точнее 19 соперников должно быть, но мы до сих пор 30-х вот никого не встретили. Меня это беспокоит, честно говоря, но развитие, вроде, как идет нормально. Так, давайте продолжать. Религию мы основали. Мы, в общем-то, в конце прошлой серии я уже все ходы сделал, можно ход заканчивать. Значит, у нас где-то тут еще надо город. Давайте мы решим, в принципе, куда здесь город поставим. Если я буду ставить сюда, может, вот сюда, вот на место этого камня, но это когда-то черепахи не дотянусь, да? Блин, просто тут холм, не хочется этот холм тратить. Да и лес тут можно будет вырубить, но похоже, что надо сюда ставить. Это более правильное место. Поэтому ставим сюда меточку. И у нас получается еще раз, два, три, четыре города. Вот и семь городов. Есть ли где-то возможность вместить сюда город? Ну, в принципе, можно, да. Ну и, похоже, Окленд. Вот Окленд точно надо захватывать. По поводу Кахоки и Преслова я подумаю. Но Окленд вот прям, вот знаете, будет посреди моей империи стоять. И он хороший, в принципе, хороший город. Так, давайте, значит, еще сюда. Добавим метку. Ну, тут такой, знаете, самый такой дурацкий город, что ли, будет. Опа. Встретил Дидону. Таки. Ну... Да, давайте обменяюсь в столице. Но это она приплыла явно ко мне, да. И это еще, кстати, ход не закончился у меня. Так, что я, может, каменоломню пока не открывать. Давайте, может, письменность открывать будем. Раз уже встретили Дидону. Ускорили письменность. Можно и открыть. Так, и сейчас мы должны пойти... О, там у нас Квадрилема обстреливать. Да. Античность начинается. И у нас, для нас античность, это темный век. Поставим... Давайте исход евангелистов поставим. Каждый обращенный город все-таки два очка. Сейчас мы будем обращать в синтаизм тут все любое. Так, ждем все еще отправку посла в Кахокию. Так, обрабатываем ртуть. Кахокия хотела, чтобы я ртуть обработал. А, новая эпоха, новые задания. Преслов хочет положить торговый путь, а Кахокия как раз озарение для колеса было. Вот я его и сделал. Так, что у нас тут нового? Юниты. Ну, содержание юнитов нету смысла ставить. Создание строителей. Я где-нибудь строители в одном городе, я строю строителей, да. Кстати, вот тут надо поспешить с городом. Да не, Финикия далеко. Я просто думал, вдруг Финикия захочет тут город поставить. Я сомневаюсь. Кстати, кого Финикия встретила? Четверых. Я просто думаю, будет ли тут двадцать цивилизаций. О, два очка за то, что это первый в истории, первый союзник Кахокии. Ну, Кахокия прикольный союзник, в том плане, что вот эти курганы, они ничего так работают. Но, наверное, не сейчас. Так, давайте, как я подумаю, что тут поставить. Ну, плюс то, приседание морских юнитов, пока мне негде их делать. Черную карточку я пока не могу негде поставить. Ладно, давайте это поставлю. Пока так оставлю, ладно. Так, есть ли мне чем торговать с Финикии? Черепахи. Я думаю, что можно поторгать. Я понимаю, что у меня черепахи еще будут, но пока я их обработаю, фиг знает. А Финикии уже можно... Ага, она очень дофига хочет за этих черепах. Значит, обойдется, я думаю. И так, плюс три довольства. О, а вон и варвары появились. Так, давайте подходить. Я тут встану на всякий случай. Тут просто единственная клетка, где можно город основать. И тут я жду еще два хода до карточки на плюс 50% при создании поселенцев. И начну строить. Я, конечно, с одной стороны могу подождать. А тут я покуплю миссионеров и обращу все. Хочет благовония за три прохода. Так себе, конечно, торговка из Финикики. Так, письменность открыли. Давайте, наверное, колесо. Может, обработку бронзы открыть просто вот. А, там этот идет лагерь убивать. Мне бы хотелось, конечно, самому этот лагерь захватить. Тут я постою. Тут я ртуть обработал. Два хода. Ждем два хода и буду здесь эти джунгли вырубать. Так, наконец-то могу скаута вывести. Пока сюда поведу. Какой я стала союзником. Мог и прошлым ходом, кстати, его выводить. Так, два хода как раз строитель делаю. Через два хода Магнус приедет. Будем поселенцев тут делать. Но при этом наймем уже миссионера. Надо обратить и Фукуоку. Нагана сама, кстати, обратится. Наверное, Окленд пойду обращу. Фукуоку, Окленд. А тут какая-то чужая религия. Похоже. Влияет. Но тут явно кто-то должен быть. Вот за этими горами. И за городами-государствами. Кто-то должен быть. Так, тут ставим, наконец-то, на поселенцев. И начинаем их клепать в киото. Нам надо раз, два, три, четыре, пять. Достаточно будет. Первый обращенный город прям. Так, тут ждем, пока Магнус не приедет. Стоит ли мне подходить? А, все-таки он уже убил. Да, тогда обстреляем. Блин. Всего лишь одним туболомом Преслов пришел и забрал город. Нормально. Э, город. Лагерь варваров. Так, кого нам тут взять? Пингала даст, конечно... Ну, Лян, наверное, рановато брать. Давайте, наверное, Пингалу все-таки в Фуку-Оку. Правда, он не так уж и много будет давать сейчас. Давайте на рост. Не так много будет давать науке и культуры, но... Для начала почему нет? Так, политическая философия. Тут все поставлено, что я хотел. Ну, я хочу доделать рабочего, потому что сейчас вырубать будем. По-моему, один... Нет, два заряда осталось. Иначе вот эти все клетки будут вот в этом радиусе, вот так, они будут уничтожены при первом же извержении вулкана. Поэтому их имеет смысл вырубить. Колесо открыли. Мне, наверное, надо обработку бронзы так открывать. Я хочу увидеть, где железо. У меня нету варваров просто на территории, поэтому без ускорения уже. А, вот мне зачем обработка бронзы как раз тоже нужна. Я же не могу тропические леса без ускорения, без обработки бронзы вырубать. Так, значит, стоим, ждем как раз. Так, Окленд. Окленд потом в Преслов. Я же могу взять его как из скаута использовать, этого парня. Так, вот, недостаточно жилья, поэтому чисто на производство пока. Фукуоко, жилье, довольство, поэтому еда, производство. В нагано тоже всего достаточно. Все, не зашибись. Так, там я вроде смотрел все. Идем сюда. Да, конечно, тут хороший город будет. Вот если бы... Вот не было бы этого отростка, было бы похуже. А так с этим отростком нормально тут. В чем-то варвары предпочитают дуболома Преславского мочить. Против наземных инвансеров мы возьмем. Так, что я тут хочу? Наверное, обработаю ртуть сначала. И здесь уже ставим священное место. Так, тут ждем открытия обработки бронзы. Дидона Оракул построила. Кстати, вот вам божество. 43 науки, 29 культуры. Против 12,7 у меня. Сколько у него городов, интересно? 6. Ну, 6 не так уж и много пока. Я сейчас тоже тут расселюсь. Я просто немного в религию ударился в ручале. Нет, все-таки тут нету железа. Помните, я говорил, что здесь может быть железо? Блин, зато оно на месте. Да, минус, минус крутой кампус. Жаль, жаль. Здесь клетку... Опа, стоп. Не покупаем. Вот у нас где ртуть. Все, вырубаем тропический лес. Исследуем мы... Да, наверное, пойдемте в деньги. Так, давайте расселяться этого сюда сначала. Миссионера можем купить, но не сейчас. В смысле, впервые? Я же уже обращал. Мне же уже давали очки к эпохе. Может, типа, это обращенный чужой город? Имеется в виду. Так, ну, Кахоке и Нагана сами обратятся, поэтому я в Преслов пойду. Преслов, кстати, не хочет, чтобы я его обратил. Создатель лучника Окленд. Копейщиков Хатуса. Торговый путь Преслов. На самом деле, мне надо копить послов на религиозные города-государства. Хм. Наверное, надо купить клетку с жемчугом, я думаю. А, я еще не открыл возможность спускаться на воду. Тогда табак. Табак еще не обработан. Нигде. 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 Табак. Табак. блин а нет на эту клетку мне не надо как раз я хочу оставить мне на эту клетку надо и на эту все вырубать светилище построена и напоминаю мне это еще дает светилище мне еще дают и культуру что теперь тут строить наверное наверное я здесь построю водяную мельницу все-таки и рис есть и пшеница есть я конечно вырубать буду потом пшеницу когда-нибудь но водяная мельница нужна для ускорения строительства санки тачану рату нэнка лаван пангра санинг индонесия я случайно нажал саунд стриминг вместо записи видео но в общем во время перехода хода я встретил рим и индонезию так ну античную республику нету смысла брать 15 процентов очков я только сейчас священные места стоят смеси поэтому олигархия так на поселенцев черной карточки нету опять же смысла хотя слушайте плюс 75 процентов науки в городах со священным место может поставить но тут предусловлен давайте попробуем учреждение инквизиции стоит один заряд апостола все религии и она это вот вот это точно нам не надо изоляционизм не надо потому что у нас мы города ставим плюс 5 боевые мужчины с кем не вы и порой монаш просто интересно сколько увеличится наука и насколько уменьшится культура так и морские юниты я оставлю ну просто потому что меня нету на содержание нет вообще ничего так 14 6 10 и 6 ну нормально кстати наука уменьшилась только на 2 и 4 не наука культура на 2 и 4 так здесь покупаем клетки вырубаем лес и тропический лес на на поселенца так этого может сюда отправить 9 ходов а сюда 4 3 сюда правы это уже поселенцы сюда отправлю пожалуй так рачник критическую философию я открою ну давайте в теологию пойдем мистицизм открою нет меня нет вообще ни одного чудо света который сейчас могут строить к сожалению так попробуем к этим ребятам отправить делегации нет нет жаль финикию нет ну смотрите как круто выглядит финикия очень неплохо индонезии почему-то фигово рим хотя у рима как раз всякие здания на культуру он ставит город и он сразу культуру получает очень много это кстати странно производство религия производство рост производство роста все нормально увидели как сейчас рим выкупил юниты у преслова то есть он союзник преслова и сразу купил у него юниты зато кстати у рима нету науки и культуры зато цели сколько силы кстати объявить за счет выкопки мистикизм из-за места и каван аксиденту ланд индивидуал символ фаре у него ничего не буду менять обращаем 3 слов мне все все вот тут надо нормально культуры маловато зато науки нормально начала идти так сюда город ведем ставить и тут пожалуй давайте железо обработаем да пока мы пройти не можем так как куда делась квадрилема фиг знает 1 ну я могу просто пересузеренить преслов чтоб все эти юниты вернулись обратно преслову так пускай рим потеряет деньги на этом я считаю это нормальное вложение так построили крутое священное место жилье давайте пожалуй святилище сколько мне еще поселенцев 3 надо построить я понимаю что я потом за веру мог бы поселенцев покупателя я считаю что вот тут такая ситуация выигрыш мне надо просто расселиться как можно раньше меня просто нет некуда больше будет селиться и дальше играть в развитие так обработку железа один ход откроем ну чудо света никакой не могу поставить там уже джебелба только в пустыне на холмах точно нигде не могу построить то есть драму и поэзию я никак не ускорю оракул по-моему был построен уже до финики и вот конечно храм махабодхи можно строить только в рису рядом со священным местом вот здесь можно храм махабодхи построить так денег у меня или есть на выкуп табачка это все не интересно а вот благовония на серебро лично сойдет его какие еще вообще двойные ресурсы есть у меня два табака два ртути и торговать несколько но можно конечно и черепахи на черепахи я как не то же самое так рудник отложим давайте эти уже стрельбу из лука откроем денег нет выкупить эту клетку поэтому поэтому возвращаемся вырубить эти джунгли так тут ставим город ставим город да мне два поселенца осталось сюда и сюда и расселение закончится и надо будет думать о том чтобы окленд захватить это значит таран где у нас не таранс если осадная башня осадная башня у нас машина строила и блин тут не хватит так слушайте у меня перекупили похоже к охоте нет что так мало денег тогда идет от городов уже расход 55 монет блин мореходство ускорили эти мореходство и откроем мореходство потом верховую езду потом каменную кладку нет мореходство каменная кладка верховая езда надо стены построить будет ну надо вырубить здесь все таки уже сразу для 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 квидука ух ты Нидерланды встретил так давайте стрепхованной дружбу объявим и делегацию отправим к ней блин ну это клетка хрен когда добавится на самом деле денег нету коммерческий район я не буду скоро строить поэтому пошли вырубать вот здесь все все как он священное место на плюс четыре и здесь на плюс четыре есть пресная вода от озера ломбар здесь не нужен достаточно жилья голландия так кого они ну все таки наверное есть 20 цивилизаций в игре просто мне так повезло на таком месте появиться где никого не видно в начале великая библиотека закончена так как бы мне коммерческий район либо гавани строить давайте думать здесь в ромашками будут театральные площади да вот тут коммерческий район будет очень крут и вот здесь а нет здесь у нас театральная площадь театр театролочка театролочка коммерческий район так здесь опять вот здесь священная площадь театра Театровочка. Тоже для этого города. Ну, кстати, можно гавань коммерческой как-то тут сделать. Ладно, еще подумаю. Преслов хочет караван. Организуем, заодно станем его союзником. Отлично. О, так тут Рим даже... Я думал, Рим где-то прямо под Пресловом. То есть тут еще можно заселиться и реально Преслов попробовать взять. В смысле, нога, она голодает. Вы что, прикалываетесь? Ну. Ну, видимо, придется вот это вот эту клетку Нагана передать. Иначе умрет мировой океан. Все равно один ход до уменьшения написан. Да шо ж такое. Как же это все произошло? О, норм. О, норм. Пять ходов нормально. Нормально. Так, Казахстан еще нашлась. Это где? Ух, слушайте, я уже пять континентов прям нашел. Еще задание у городов-государств. Хатуса хочет копейщика и Окленд хочет лучника. Лучника вообще не проблема. У меня серебро есть, я уже торгую с Римом. Лучника мы просто апнем прачника сейчас. Делегация Франции. Видите, Индонезия приняла делегацию Франции. То есть, еще Франция есть в игре. Все, последний посел остался. Давайте тут древние стены как раз чтобы получить ускорение. Вкока голодает, но четыре хода буквально. Нога наголодает, но это ноль ходов. Нормально. Все путем. Да, нормально, мне нравится. Как мы стоим, как мы тут все развили, как мы города поставили. Вот этот город встанет, я вообще буду доволен. И надо будет готовиться к осаде Окленда. к захвату. Наверное, что-то и Кахокию надо будет брать. Ну, мне ни производственные, ни торговые города не нужны в этой игре. Мне нужны культурные и религиозные, а их нет тут рядом. Так что и преслов на самом деле можно было бы захватывать. То есть я выйду в героический век, а я уже в нем. Просто дождаться 60-го хода. Куплю посел, и вы тут поставлю еще город, чтобы преслов захватить потом. Реформация ускорена, что я уже шесть городов обратил. В шести городах, да? Уже шесть городов моей религии. Три, четыре, пять, шесть. Когда Кахокия? Скоро. Четыре хода преслов. В Риме нету религии, да? Если что, я могу и Рим обращать. Из тех, кого я встретил партистантизм в Нидерландах и индуизм в Индонезии восемь городов, шесть городов. Нормально. Так, давайте потихоньку ученечество открывать. Тоже можно чисто на производство перейти. В Киллоким водяная мельница. Да, мне надо... Знаете, что я один ход пропущу и начну театралку строить в Фукулоке? Что видите, следующим ходом драма и поэзия откроется. Так, да, это в Киллоким уйдет, тут мы вырубаем животных. Поставил еду, чтобы не умер город. шифт энтер закончить ход не выбирая производство. Шифт энтер то меня обязательно спросят в комментариях об этом, вот уверен. все все еще не буду пока менять. Кстати, давайте я тут галеру построю. 4 хода 3 давайте галеру. Так, Фукулка, театралка. Видите, плюс 4 даже без чудес. Просто вот за соседство районов. Ну, это очень круто просто, это очень круто. в некотором смысле нечестно. За Японию такие офигительные бонусы, я считаю. варвары к Токио это какие-то еще один континент нашли. Слушайте, так вот это Южная Америка, такое ощущение, что это мой отдельный континент вообще. Если Рим вот здесь получается, или тут проход в одну клетку. Ну, получается, и Окленд, и Преслов, и Кахокию надо захватывать будет. Египет еще, значит, уже Франция и Египет точно есть в игре. Античный через пять ход, нифига себе, на 51-й ход. Вот с божеством играешь, да? Как быстро все заканчивается. Не хочет в ники, но у нас более-менее с ней отношения, кстати. Все вырубать надо сколько стоит. Ну, мы в героическом веке будем за веру кучу рабочих накупим, чтобы это все обрабатывать, все мои клетки, но тропические леса вырубать не будем, конечно. Морим начал в пресло фотку. Но я не хочу быть сюзереном пресла, просто выполнил его квест. окланд хочет лучника от туса копейщика. Знаете, давайте, наверное, лучника сделаем одного. Около вулкана город. Все, наверное, надо будет лян посадить, иначе тут, проблемки будут. Да, последний поселенец осталось сюда отправить. Потом в киото давайте строителя. 145 нет, хотя строитель, зал для приемов. Тут надо вырубить просто рис и болото, и тут тетралочку бахнуть. что я уже на 9 очков больше насобирал, чем надо. Всякий случай защищу. Вдруг там внезапно окланд войну объ... блин, я был союзником Преслова, мог тут перейти. Ладно, давайте лучника делаем и одного посла в окланд. Не особо мог иметь территорию открыть. Ну, что если я стал союзником окланда сейчас? Блин, вот это жалко, что окланд вот эти клетки выкупил. Это мне не очень нравится. Ну, блин, я сегодня буду окланда окланда захватывать. Ладно, хрен с ним. Так, строительство, потом инженерное дело. Вообще нет, мне сначала инженер акведук нужен раньше. Че мне эти лесопилки. Так, что здесь? Амбар. амбар, строители. конечно, я избегаю мелких островов, потому что я их не вижу, я плавать не умею, у меня это лодок. Нормальный чувак вообще. Я расселяюсь как могу. У меня, по-моему, даже больше городов, чем у Рима. Это Рим как раз не может найти. глянем. Да, можно обещать, потому что я в эту сторону больше не буду селиться. Да, у Рима четыре города, то есть меньше, чем у меня. О, Египет встретили. Ну вот, видите, поэтому тут возмущается. ставить плюс сто процентов. Убираем монашество, ставим писание. Сразу как мало науки стало. Так, и этот у нас вот сюда селится. Все. С расселением мы практически закончили. Так, морские ресурсы надо обрабатывать. Хатуса копейщика хочет. Мехико торговый путь. А где вообще Мехико? О, фига себе, откуда она приплыла к нам нас встретить. Я бы с Финики очень хотел дружить. я боюсь она очень серьезно может меня вынести. Так, строительство. Шесть ходов до строительства. Значит, сначала открываем исторические хроники. Ну, и так постепенно к монархии движемся. Ну, у меня два кампуса не будет к моменту вот ускорения. Слушайте, что с Финики такой? Что это за 71 наука 49 культур. Даже по сравнению со всеми остальными просто какой-то улет. Просто какой-то мрак. что-то Индонезии. О! Так, с Египтом можно дружить. Нет, мне эта сделка не устраивает финики. Да ладно, там квадрилема захватила моего рабочего. Представляете? На крабах вот тут. Так, у меня дружба с Египтом и Индонезией. Найти бы, где они еще, чтобы потом караваны к ним пускать. тут хорошее место. Давайте я сразу выкуплю нормальные клетки. Вот это жалко. Я не ожидал, что Оглян так быстро все купит. Так, в Фукоке. Пинга, вон тут будет жилье. То есть стоит мне амбар строить, мне будет жилье, когда я построю зал для приемов. Поэтому лучше наверное так поселенцев 50%. Мне бы следующим ходом поменять. давайте военную традицию откроем потом исторические хроники. Храм или амфитеатр? Давайте наверное храм пока, потому что храм тоже дает культуру у меня, но храм строится 7 ходов, а амфитеатр 9. Я понимаю, что мне нужны шедевры. И судя потому, что фигаси у них тут уже валит на шедевры. Куча вообще очков великих людей. Они там театралочки понастроили. Что построено? Храм Минакши. Ну храм Минакши. Блин, разграбил мне крабов. Да ё-моё. человек инжиниринг. Так, можно строить акведуки. Здесь акведук пошел. И наверное здесь сразу акведук поставлю. А потом уже храм. Тут ещё надо подумать про акведук. акведук. Так, в Токио дополнительного дополнительную галеру сразу две построить. А чё гифу не растёт? Чё, ноль ходов до роста. Один житель, две еды идёт. странно. Смотрите, как финикер расселяется. Вообще, по-моему, вообще одна клетка остров. Нормальненько. Нормальненько. С радостью приветствуем делегацию из Египта. Ещё 820 сил у финики. И это явно морские юниты. Блинокль перекупили, жаль. Ну, не то, чтобы я прям... О, героический век. Брэйвери is being the only one who knows you're afraid. Так, тут меняем создание поселенцев на наверное строителей. А, нет, да. Строители, ну... Юнитов у меня пока только минус два идёт. Давайте строителей. ну... вот... первой кистью точно мы берём, монументальность точно мы берём. А вот тут наверное исход евангелистов по той простой причине, что у меня нету ни центра коммерции, ни гавани сейчас. То есть у меня нету смысла брать вольнодумство, оно мне ничего не даст. Поэтому исход евангелистов и можно попробовать распространять веру на Рим. Но для начала... Так, во-первых, я куплю, наверное, посила за веру, чтобы сюда его разместить. строительство открыть, судостроение. проложить торговый путь в Окленд, вызовет вдохновение для оборонительной тактики, но это нам кто-то войну должен объявить, по-моему, да? да. И создать военный лагерь тоже вряд ли. Я могу стать сюзереном Окленда, но стоит ли мне туда вбухивать послов, если я хочу его уничтожить? Наверное, нет. Значит, поэтому сначала мы покупаем поселенцы здесь. Дальше. Давайте купим тут рабочего и тут рабочего. Тут рабочего. И в Фукуоке двух миссионеров. Пойдем вот сюда исследовать. что-то обращено. Синдай не обращено. Следующим входом обратите. То есть, на моем вот этом острове или полуострове, еще непонятно, все города в синтоизм обращены. Я реально, знаете, вот это выглядит больше как остров. То есть, я реально как Японию такую отыгрываю. действительно. Всемирный Конгресс. Так. стоимость производства приобретения военных юнитов за валюту выбранного типа увеличена на 100, снижена на 50. Ну, тут мы давайте за Веру проголосуем. Я, правда, не знаю, как. Плюс столько производства в этом время нельзя строить здание. тут давайте за театральную площадь. Но с компьютером, вы знаете, фигу кладешь, что пройдет. Скорее всего, сейчас гавани какие-нибудь пройдут. Так. Снижен на 50% за производство, плюс 100% в центре города. Ну, кстати, неплохо. Не то, что прям супер для нас, но и не совсем уж не совсем и фигня. Так. Торговля. Три табака. Серебры. И так уже так вот гипс. Гипс на табак. Не, это что-то ты дорого хочешь. и больше. Вот еще алмазы с Голландией. Что вы такие, какие-то жадные? Не. Сорян. Ну, посмотрите, реально, финики даже с другими компьютерными игроками. посмотрите, какой ужас. Так. Куда мне компьютер предлагает ставить? ну, наверное, действительно, сюда надо. Сюда я вот к ногой пойду, а потом поплыву. Я открою. после строительства буду судостроение открывать. Швеция, что ли? О, это Швеция, что ли? фианируется. Так, вырубаем рис и болото в Киото. Десять жителей. Отлично, его службу ускорили. Может, в Швецию тогда отправить одного из мессианин? Давайте вот этого. Они смогут начать плавать скоро. Водяная мельница построена исторические хроники построены, зал для приемов сейчас будет построен и возьмем лян, наверное. Так, Индонезия ко мне отправила делегацию. Нет, это ты слишком дешево ценишь мою ртуть. Ты же градусники сможешь делать для измерения температуры, чувак. Что-то каравеллы у Рима? Это нет, не у Рима, это у финики уже каравеллы. Как вам? Ужас какой. Просто мрак. Так, там какое-то голосование, которое нас не касается, как-то государство нибудь. Швеция, как я и говорил. Какие-то два военных кризиса, был один принят, нет. огня, огня, вода, грабел. Я живу через несколько ужасных вещей в моей жизни, в которых произошло. Ну, ничего нам из этого пока не надо. И еще вырубаем болото. Так, и тут сразу ставим театралочку. Плюс четыре. Курганы кахоки прикольные все-таки улучшения. Здесь я тоже ее сделаю. Ученичество что-ли открыл? Ну, Финикия в картографии конкретно. А вот где Кристина? Ну, вот Кристина 24, 39, 62, 68. Я просто офигею. Откуда? Что это за цифры такие ужасные? У нее городов немерено. Смотрите, у Рима 5, у Египта 4, у Швеции 4, у Финикии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Когда у всех остальных компьютеров 4, 5, Нидерланды 5, Индонезия, ну вот Индонезия еще дофига, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот странно, Индонезии 8, но при этом почему-то 36, 33. То есть даже примерно как у меня. Блин, но мне надо вот либо с Финикией союзиться, либо со Швецией получается. так. Самые крутые караваны будут. Так, сколько там до открытия трех хода? Это до возможности плавать. Игры, развлечения. Ну, дальше в госслужбу, видимо. Оборонительную тактику я вряд ли смогу ускорить. Ну, потому что вряд ли мне сейчас какую-то войну объявят вообще. Понимаешь, у меня мало силы, но Финикия может, да. Финикия может. Но у нее есть с кем, она даже с кем-то воюет. Между прочим, уже даже с кем-то воюет. И это, скорее всего, из-за кризиса, я думаю. Ну, на этом я вторую серию закончу, пожалуй. Лошадей я Голландии продавать не буду. Напомню, что спонсоры все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных третья появится завтра. Спасибо, что смотрите, комментируете, я это все читаю, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Хролецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.